Как скандал, понятый людьми и, наверное, в какой-то степени людьми из СМИ, не очень разбирающимся в законодательстве. Речь идет о незарубежных счетах или неких организациях, частных лицах и так далее, которые по паспорту или по неким удостоверяющим их документам не являются российскими гражданами. Если мы с вами поедем сейчас на Лазурный берег и решим помочь Навальному, и оттуда пошлем через Бербанк или какую-то другую организацию финансовые деньги, фонд Навального, то это будут деньги из-за рубежа. Но ведь мы с вами российские граждане, поэтому никакого нарушения законодательства в этом смысле нет. Мало того, я думаю, что уж чего-чего, а вот этих подковерных подковырок в штаб Навального, я, прежде всего, юрист Навальный, конечно же, ждал. И, конечно же, я не являюсь его сторонником, но я все, что он делает, предполагаю, что он делает так, чтобы никоим образом как раз не дать возможность зацепить его на мелочи, зацепить его на неких финансовых всяких уловках и так далее. Что касается самого великого Владимира Вольфовича, то не надо забывать, что если мы проследим всю его творческую биографию политическую, то мы найдем как минимум тысячи полторы, как ни странно, всяческих вещей, которые допросит меня Владимир Вольфович, как мой бывший коллега по политической борьбе. Можно сказать, что это политическая провокация. И в данном случае Вольфович постарел, потому что он вместо того, чтобы урыть Навального, он сделал ему дополнительную рекламу, дал возможность проявиться Навальному как юристу. Поэтому яйца выйденного, извините, это все история не стоит. Продолжение следует...